В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Отчетно-выборная конференция местной общественной организации «Марийская национально-культурная автономия» Эрвел-Мари Инаульского района прошла 11 февраля. Такие собрания проводятся раз в 4 года. На повестку дня были вынесены 7 вопросов. Приветствую всех вас на мероприятии и желаю успешной работы. Надеюсь, что сегодня состоится серьезный разговор, направленный на дальнейшую созидательную работу. Заместитель главы администрации района Гаухар Миндиарова в своем выступлении отметила, что общественная организация «Марийцев» Инаульского района ведет активную деятельность и что их руководитель пользуется уважением. В нашем районе нет, наверное, ни одного зрителя, который бы не аплодировал таким ансамблем, как «Ошпиледыш», «Шонанпыл» или «Эрвезе Кумыл». Молодежь и школьники активно участвуют в общественных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах по марийскому языку. С основным докладом перед участниками конференции выступил руководитель «Марийской национально-культурной автономии» Эрвел-Мари Александр Гайсин. Он отметил, каких успехов достигли марийцы, благодаря участию в различных грантах и конкурсах. Тем не менее, есть моменты, которые они радуют. Из-за снижения учащихся были оптимизированы школы, в том числе сокращены и уроки марийского языка. Дети не общаются на родном языке, молодежь не спешит создавать семьи, численность марийцев сокращается. Нельзя забывать язык бабушек и дедушек, отметил Александр Гайсин. На территориях, где нет школ, опорой становятся культурные учреждения, которые проводят праздники на родном языке. Руководитель марийской национально-культурной автономии Эрвел-Мари отметил также, что на подобные мероприятия нужно приглашать и из других общественных организаций, руководителей, да и всех желающих. О том, как живет марийская молодежь, рассказала Елена Гельмединова. Ни для кого не секрет, что будущее народа в руках молодежи. Именно поэтому наша общественная организация уделяет большое внимание воспитанию молодежи, духе патриотизма, взаимоуважения, гордости за свой народ. Наша задача – сохранить культуру и традиции марийского народа, сохранить язык, сохранить народ. Ведь недаром Валериан Михайлович Васильев сказал, пока жив язык, жив будет и народ. Одна из главных задач, что увеличение численности населения, этого надо побольше создать семьи и больше детей, чтобы было одно из главных. Во-вторых, конечно, надо на местах организовать, создать рабочие места, чтобы народ молодое поколение, чтобы работал в сельской местности, жили там. Хотя сегодня уже многие проекты в нашем районе предваряются жить. Есть много инвесторов, которые вкладывают средства, образуют, создают новые рабочие места. Мы думаем, в предварении жизни всех этих проектов, у нас количество нашего народа, наверное, будет увеличиваться. Общественной работе, действительно, и общественной работе надо более активно подключаться к этой работе. Надо сделать, побольше организовать коллективы художественной самодеятельности, выезжать за пределы другого региона, для района. Надо организовать культурные мероприятия с приглашением молодых, с вами подключать, создать семьи, именно нашего народа, увеличивать творительство. Основная и главная задача, конечно, действительно, сохранение в демографии ситуации на сельском месте, хотя бы на этом уровне не допустить спад. Во-вторых, надо изучение родного языка. Сегодня больное место, уже дети с малых лет, конечно, правильно, надо изучать русский язык. Они в основном уже дети с малых лет, вот, общаются между собой на русском языке. И дома, и родители, вот, к этому сопутствуют. Хотелось бы, чтобы старшие поколения были активно подключаться к этой работе, чтобы даже в бытовом уровне провести разговорные рейти не надо терять. Действительно, русский язык, общение в национальных школах, оно необходимо, без этого оно не получается. Но и свой родной язык тоже не надо забывать. Это является истоком наших, вот, нашим богатством, нашего народа. О духовной жизни марийцев нашего района рассказал руководитель религиозной организации «Община Марий Кумалтыш» Геннадий Постиев. Также на конференции выступили председатель исполкома Курултая Башкир Янаульского района Рафаэл Яхин, председатель Удмуртской общественной организации Юрист Саидов. Они отметили, что стараются принимать участие во всех общественных мероприятиях, которые проводятся на территории нашего района. В этот день участники конференции должны были избрать председателя для дальнейшей работы общественной организации. На следующие четыре года вновь был избран заместитель председателя Всемарийского совета мэр-канаж Александр Гайсин. Делегаты также проголосовали за кандидатов, которые, по их мнению, достойны принять участие в 11-м съезде народов Марий. Представителями Янаульского района были выбраны Светлана Байгузина и Елена Гельмединова. С начала этого года всех работающих граждан нашей страны коснулось изменения, внесенное в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно подписанному в декабре федеральному указу, введено понятие электронной трудовой книжки. Подробнее об этом мы попросили рассказать начальника управления пенсионного фонда Российской Федерации в Янаульском районе Гульнару Вильданову. Второй закон обязывает работодателей отчитываться в пенсионный фонд по поводу передвижения и введения электронной трудовой книжки. То есть приемщиком информации от работодателей и хранителем этой информации будет являться Пенсионный фонд Российской Федерации. Отчетность уже начинается с января месяца. То есть если в учреждении, в организации произошли изменения, были приняты кадровые решения, принят человек на работу, уволен с работы или был переведен на другую должность. Работодатель уже должен отчитаться с 1 январь месяц до 15 февраля. Отчетность предоставляется работодателям ежемесячно за предыдущий месяц, на следующий месяц до 15-го числа. Что нужно сделать для того, чтобы предоставить эту отчетность? Эта отчетность предоставляется по особой программе, которую необходимо скачать с сайта Пенсионного фонда Российской Федерации либо через те программы, через которые отчитывается работодатель в Пенсионный фонд по формам СЗВ-М и СЗВ-Стаж. Это та же программа, только необходимо для того, чтобы заполнить эту программу, скачать другую версию для заполнения этой отчетности. Еще важно в этом году работодателю известить сотрудников своих о том, что они должны сделать выбор для ведения либо электронной книжки или продолжения версии бумажной книжки. Для этого они должны уведомить сотрудников до 30 июня текущего года. Заявления же принимаются от сотрудников до 31 декабря текущего года. Те, кто впервые устроился на работу с 1 января 2020 года, электронные трудовые книжки ведутся уже электронно. То есть бумажная трудовая книжка не заводится на этих граждан. С 2021 года работодатель будет уже отчитываться ежемесячно по всем кадровым решениям. С 10 по 14 февраля в школе имени Радика Гореева особое внимание уделяется учащимся начальных классов. На неделе у них проходит занятие по программе. Ученики изучают новые темы, повторяют пройденный материал и знакомятся с новыми авторами произведений. Например, учащиеся 2-го Б-класса познакомились с Николаем Носовым. Учительница начальных классов Татьяна Хабибулина заинтересовывает учеников к творчеству писателя разными способами. На этом уроке ученики прослушали рассказ «Затейники» в исполнении артиста. Татьяна Хабибулина Пугать начал, но его накрыли шерстяным плотом. Третьеклассники на уроке литературного чтения познакомились с творчеством Бориса Житкова. Четвероклассники решили провести командные соревнования. Морские волки и красная звезда проверили себя на знании истории России. На встречу с детьми был приглашен подполковник Анас Лукманов. Он вкратце ознакомил ребят с историей армии Российской Федерации. На мероприятии ребята также исполнили песни на военные темы. В нашей школе стала хорошей и доброй традицией проведения недели начальных классов. Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною целую неделю. Это необычные приключения, рады сообщения и совместные коллективные творческие дела. С 10 по 14 февраля в нашей школе проходит неделя начальных классов целью создания положительного эмоционального фона в начальной школе. Каждый день недели мы посвятили одному из школьных предметов. Мы, учителя начальных классов, запланировали провести открытые уроки, спортивные соревнования, различные конкурсы, а также провести занимательные мероприятия и викторины. Организовали выставку кормушек, выполненную с помощью родителей, чтобы заинтересовать детей. Учителя ищут побольше дополнительных материалов, показывают что-то интересное. Особое внимание уделили к 75-летию Великой Победе. К этой теме мы подготовили конкурс рисунков, викторину между четвертыми классами, а также проводим конкурс чецов. Можно с уверенностью сказать, неделя проходит в атмосфере творчества, сотрудничества и показывает высокую результативность работы начальных классов. Интерактивная площадка под названием «Вместе» прошла в средней школе номер 1 10 февраля. В ходе встречи сотрудники Дворца молодежи рассказали старшеклассникам, чем занимаются волонтеры, и предложили ребятам пройти опрос, вопросы которого были посвящены теме волонтерства. Дети активно участвовали в беседе, после чего им предложили поиграть. По заданию было необходимо решить условную конфликтную ситуацию, объяснив причину возникновения проблемы и способ ее оптимального решения. В завершение встречи сотрудники Дворца молодежи наградили благодарственными письмами активных участников волонтеров за развитие молодежного добровольческого движения в нашем районе. До этого мы были в четвертой школе, затем мы были в гимназии, вот теперь у нас уже первая школа. Затем мы пойдем и в третью школу, и в лице. Мероприятие, целью мероприятия является... Во-первых, вот эта площадка, это значит, чтобы ребята вступили в ряды волонтеров. Это раз. Более, чтобы они вообще знали, кто такой волонтер, потому что очень много вопросов у нас. Уже давно вроде работаем, а спрашивают, кто такой волонтер. И мы сегодня вот немножечко раскрыли эту тему. Волонтер, что он делает, что он помогает, скажем так, людям, которые нуждаются. И надеемся, что после мероприятия к нам вступят еще большее количество волонтеров. Муниципальный этап Олимпиады «Мы-гагаринцы» по направлению «Физическая культура» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 11 февраля. За победу боролись 37 воспитанников детских садов нашего района. Первоначально каждый из них показал лучшие результаты на локальном этапе в своем саду. Для юных участников воспитанники детского сада «Чебурашка» подготовили разнообразные музыкальные номера, посвященные как тематике самой Олимпиады, так и активному образу жизни. По завершении торжественной части ребята приступили к разминке. Девочки и мальчики старательно повторяли движения за инструктором. Сама разминка – это обязательная часть подготовки перед началом состязаний. Практическая часть включала в себя пять направлений – силовое упражнение «Уголок», прыжки в длину, наклоны, метание мяча и челночный бег. Каждое из упражнений требовало от детей гибкости, ловкости и, безусловно, в целом, хорошей физической формы. Так, например, в упражнении «Уголок» участник в положении лежа должен был удерживать приподнятые под углом 45 градусов ноги, не сгибая максимально продолжительное время. За правильным выполнением всех заданий строго следил и жюри. Мы делаем уже второй год, его проводим на базе ФОКа, чтобы дети могли адаптироваться к условиям большого зала и не растерялись на республиканском этапе. Дети с удовольствием занимаются физкультурой. Мы вот уже третий год сдаем ГТО среди дошкольников, то есть первый этап сдачи ГТО мы выполняем. Самое главное, чтобы преемственно дети осуществляли образовательные учреждения в дальнейшем. Поэтому у детей по-хорошему есть азарт. Они уже знают, что такое соревноваться, что такое побеждать. Очень любят, когда им вручают медали всевозможные. У нас есть значки ГТО и золотые, и серебряные, и бронзовые животные. С каждым годом их все больше и больше. Поэтому со спортом у нас все в порядке. Успешность выполнения заданий у всех детей разная. Для кого-то из ребят определенные движения давались сложнее. А другие спокойно показывали такой результат, что далеко не любой взрослый сможет повторить. Я люблю заниматься спортом. Люблю уголок, прыжки в длину, приседания, люблю наклоны. По утрам я всегда делаю зарядку, приседания, бегаю. Я дома занимаюсь свидетелями уголок, еще наклоны, отжимаюсь. Мне всегда нравится заниматься. По итогам соревнования лучший результат показали воспитанники детского сада номер 9. Именно они представят наш район уже на республиканском этапе. Гульнара Сиддикова, Евгений Сайгин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем минус 3, минус 8 градусов. 13 февраля памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили город Будапешт. Взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, продолжалось 108 суток. В тяжелых боях наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Советский солдат принес венграм свободу. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках Формленд всегда есть повод для радости. Скидки. Скидки до 50%. Формленд Аптека Доброго Здоровица. Внимание, только один день. 14 февраля в пятницу в МКДЦ города Инаул состоится выставка продаж модных и элегантных, удобных и практичных женских пальтов. Новая коллекция для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены и беспроцентная рассрочка. А также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, утеплитель, верблюжья шерсть. Ищите, где бы купить бытовую технику? В сети магазинов «Атлант» вы найдете все, что желаете. От утюга и фена до холодильника и стиральной машины. И все это по низким ценам. Мы ждем вас по адресу. Город Инаул, улица Маяковского, дом 14, дроп 2. Звоните нам 8-347-60-525-09 или 8-800-347-34-77. Сеть магазинов «Атлант». Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Здесь все помнят, и кто ничего не забыл, завтра, завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Убилеи, свадьбы. Продолжение следует...